Уважаемые коллеги, позвольте перенять эстафету от Ильи Владимировича и рассказать вам о осложнениях, профилактике и возможных их методах лечения. По данным литературы частота осложнений варьирует где-то до 30%, при этом уровень смертности где-то около 0,7%. Существуют различные классификации осложнений, как ранние, до 30 дней после постановки гастростома, так и поздние, после 30 дней. Также осложнения можно получить и во время непосредственно самой процедуры, как от анестезиологического пособия, от проведения непосредственно самой гастроскопии, либо от нашего оперативного вмешательства, так и после процедуры можно получить осложнение, но чаще всего это связаны осложнения с послеоперационным уходом, то есть нарушение методики послеоперационного ухода приводит к тем или иным осложнениям. Также в зарубежной литературе выделяет как большие, так и малые осложнения, но среди больших это чаще всего, конечно, бамперсиндром, желудочно-кишечное кровотечение, сепсис и перитониты. А среди малых наиболее часто встречается непроходимость гастростомической трубки, выпадение, грануляция и многое другое. Конечно же, для того, чтобы минимизировать осложнения, мы перед установкой должны оценивать группы риска детей, у которых могут возникнуть те или иные осложнения. Конечно же, ранее выполненное хирургическое вмешательство может приводить к дислокации внутренних органов, выраженному спаечному процессу, и это затруднит нам постановку гастростомы. Например, белково-энергетическая недостаточность, иммуносупрессия также могут приводить к нарушению формирования канала, к какому-то более склонности к инфекционным процессам. Естественно, когулопатия может давать больше рисков развития кровотечений. Хочется сказать, что прием Депакина у детей со спастикой, он обладает выраженной антикогулянтной активностью, поэтому перед постановкой гастростома мы обычно отменяем его за пару дней. Ну и давайте поговорим с вами непосредственно об осложнениях. Чаще всего осложнения связаны с анестезией, это гемогенамическая нестабильность, аритмия, ну и, конечно же, серьезные осложнения, это аспирационная пневмония. Частота встречаемости осложнений во время анестезии где-то по данным литературы колеблется до 1%. Ну, естественно, фактор риска – это положение пациента на спине, вид анестезиологического пособия, естественно, неврологическое нарушение. Что мы можем сделать для того, чтобы профилактировать эти осложнения? Ну, по крайней мере, в нашем стационаре принят так называемый мультидисциплинарный подход, и перед тем, как поставить ребенку гастростому, его обязательно осматривает и консультирует анестезиолог, для того, чтобы определить риски анестезиологического пособия хирург и педиатр. Конечно же, если у ребенка есть какая-то сопутствующая патология хроническая, то проводится ее коррекция. Естественно, во время исследований нужно обязательно выполнять мониторинг жизненно важных функций. А вот что касается самой процедуры, то врачи эндоскописты могут минимизировать осложнения в виде, во-первых, быстрой постановки гастростомы, минимизации чрезмерной инсуфляции и полной аспирации желудочного содержимого перед постановкой гастростомы. Еще одним осложнением является пневмоперитонем. Это достаточно частая встречаемая ситуация, где-то по данной литературе до 50%. Причина – это избыточная инсуфляция газа во время гастроскопии и постановки гастростомы. В принципе, лечение никакого не требует. Самостоятельно это состояние проходит в течение трех суток. Но стоит насторожиться, если у нас пневмоперитонем сохраняется три и более дня. Тогда мы думаем о различных осложнениях, таких как, например, повреждение кишечника. И здесь уже нужно насторожиться и более детально обследовать пациента. Какая профилактика – это контролировать подачу газа, в идеале использовать СО2. По данной литературе кровотечение встречается где-то в 2,7%. Это причина чаще всего коглопоте. Во время проведения иглы или тракаров происходит повреждение кровеносных сосудов, и это может приводить к кровотечению из канала стомы. Также кровотечение может давать различные изъязвления желудка. Чаще всего это бывает на задней стенке, напротив как расстояния гастростомы. В редких случаях, о которых мы с вами поговорим дальше, кровотечения могут быть при повреждении внутренних органов, при повреждении достаточно серьезных артерий – желудочной либо селезеночной артерии. Клиника – это, конечно же, кровотечение вокруг гастростомы. При более серьезных осложнениях – это рвота с кровью, милена, либо признаки необъяснимых сердечно-сосудистых нарушений, таких как тахикардия, гипотензия в первые несколько часов. В принципе, лечение будет зависеть от того, какое у нас кровотечение, какой интенсивности. Во-первых, естественно, перед операцией нужно скорректировать коглопатию. Если мы имеем кровотечение из места постановки гастростомы, то тут, в принципе, хватает наложения дающей повязки на рану, либо можно подтянуть бампер посильнее. Но это нужно делать не более двое суток, так как это может вызвать непосредственно бампер-синдром, какие-то эрозивные и язвенные процессы. В более сложных ситуациях мы можем повторить гастроскопию, выполнить УЗИ брюшной полости, возможно подключить к ангиографии. Если у нас достаточно серьёзные осложнения, не купируемые какими-то консервативными методами, то тогда мы уже привлекаем хирургов. Ну и профилактика. Если есть какая-то коглопатия, нужно ребёнка консультировать у гематолога, не следует ставить гастростому при низких тромбоцитах. Хочется сказать, что нужно перед оперативным вмешательством отменять антиагреганты и антикоагулянты где-то за 2-5 суток в зависимости от препарата. Но в данной литературе указано, что низкие дозы аспирина не являются противопоказаниями и они должны быть отменены перед процедурой. Если мы с вами поговорим о повреждении внутренних органов, то частота встречаемости этих осложнений где-то менее 2%. Чаще всего повреждается у нас толстый и тонкий кишечник, также могут повредиться печень, селезёнка и также желудок. Но вот этот видеофрагмент нам любезно предоставил Илья Владимирович, который сидит по правую руку. И во время исследования постановки гастростом была повреждена задняя стенка желудка. В принципе, интероперационно была наложена клипса, но, к сожалению, кровотечение не остановилось. И через несколько часов ребёнку сделали контрольно-ультразвуковое исследование, отметили свободную жидкость брюшной полости, выполнили лапароскопию, увидели, что действительно идёт кровотечение по задней стенке из коротких венов желудка. Ну и хирурги лапароскопическим методом ушили и остановили это кровотечение. Естественно, осложнения, которые могут развиваться при повреждении внутренних органов, ну, естественно, это кровотечение, перитониты, абсцессы, формирование желудочно-кишечного свища, о котором мы с вами поговорим далее. Ну и методы лечения зависят от степени, во-первых, от стабилизации гемодинагемики, отсутствия развития перитонита, сепсиса. Если есть какие-то более серьёзные осложнения, то, конечно же, мы отдаём пациенту хирургу. Если мы говорим с вами о желудочно-толстой кишечно-наружном свище, то по данной литературе частота встречается где-то до 0,7%. Клиника может быть как бессимптомная, и очень часто именно диагностируется это осложнение во время смены гастростомы. Но также у пациентов может быть и частый жидкий стул. Из более серьёзных каких-то клинических проявлений это подтекание колоху масс в области гастростомы, также развитие толстой кишечной непроходимости, перитониты, естественно, развитие абсцесса брюшной полости. Ну, как я уже говорила, что диагностика – это случайная находка. То есть мы видим, что вроде как у пациента стоит гастростома, делаем ему гастроскопию, а в желудке мы её не видим. На месте неё нежный такой красный рубчик. Тогда мы начинаем разбираться, что же делать с пациентом. Чаще всего у нас было несколько таких случаев. Получив, мы удалили гастростому, в свящевой ход завели контрастное вещество и получили контрастированные толстые кишки. В принципе, никакого хирургического лечения при данной ситуации мы не использовали. Было отмечено самостоятельное закрытие свящевого хода в течение 2-3 суток. Конечно же, если мы имеем с вами осложнённые формы, то тогда уже, естественно, мы подключаем хирургов. Если мы с вами говорим о повреждении внутренних органов, естественно, профилактика этого состояния – чёткое соблюдение методики постановки. Ну, во-первых, нужно перед постановкой обязательно быть насторожным в пациенте с предыдущими хирургическими решательствами. Обязательно достаточную инсуфляцию желудка выполнять. Естественно, диафаноскопия передней брюшной стенки. Если мы не видим с вами нашего зайчика, то тогда, в принципе, возможно либо отказаться от постановки гастростомы, либо, возможно, поставить её лапароскопически ассистированную гастростому. Также, если мы не видим с вами чёткое желудко, то, возможно, нужно сменить положение пациента. Что это значит? Мы в таких ситуациях предподнимаем головной конец. Так, чтобы толстая кишка немножко сдвинулась вниз и максимально раздуваем желудок. Тогда мы можем увидеть нашу диафаноскопию. Естественно, если мы не видим диафаноскопию, то лучше отказаться от этой процедуры, либо подумать о каких-то других вмешательствах, как я уже говорила ранее. Если мы говорим о непроходимости гастростомических тромок, то здесь существует несколько причин. Во-первых, частота встречаемся достаточно велика, до 45%. Самая частая и распространённая причина – это введение густой смеси, плохо измельчённых таблеток, различной пищи через гастростому. Что нужно делать? Промыть гастростому водой под напором. И профилактика, естественно, избегать введения всех этих веществ через гастростому. Если не получается промыть гастростому водой, то нужно обратиться в стационар и госпитализироваться. Другая причина нарушения непроходимости гастростомической трубки – это врастание внутреннего бампера, так называемый бампер-синдром. Опять же решение – не удалось пробить гастростому, обращаемся в стационар, выполняем ребёнка эндоскопию, и там уже решаем о дальнейшей тактике. Частота встречаемости где-то 2,5%. Причина – неправильно подобранная длина гастростома. То есть она, по сути, становится мала. Не вовремя опущенная гастростома. Это чаще всего является именно основной причиной развития этого бампер-синдрома. Хронический кашель. Как уже говорил Илья Владимирович, это быстрый набор массы тела. Существует традиционная, так скажем так, классическая клиническая триада – это локальная болезнь, непроходимость, подтекание вокруг гастростома. Ну и с диагностикой можно, в принципе, визуализировать её, пальпировать бампер под кожей, эндоскопия, УЗИ, КТ брюшной полости. Осложнение – это чаще всего развитие раздельных ясных процессов до формирования перфораций, перитонитов, развития желудочно-кишечного кровотечения. Лечение заключается в выполнении гастростомы. И уже во время гастростомы непосредственно решается тот или иной метод лечения. То есть чаще всего просто-напросто опускается гастростома, извлекается первичная гастростома, извлекается эндоскопическим путём и производит смену её на низкопрофильную. Но в литературе также описаны различные методы эндоскопической диссекции, аргоноплазменной коагуляции, либо применение по пилотому для того, чтобы высвободить нашу гастростому и опять же её извлечь и поставить низкопрофильную. Но профилактика – это, естественно, чёткое соблюдение методики постановки, избегать чрезмерного напряжения внешнего бампера на кожу, вовремя опускать гастростому и постоянно проворачивать её. Ещё одно усложнение является смещение гастростомической трубки. То смещение может быть как и снаружи, то есть ребёнок может её выдернуть так, и внутрь она может просто-напросто мигрировать. Чаще всего это бывает у детей, когда эпизоды возбуждения, спутанность сознания, либо какие-то агрессии. Также может быть спонтанное выпадение гастростомической трубки, если вдруг случайно сдули баллон и не заметили этого. До где-то 70 дней считается достаточно опасным такое состояние, так как может приводить к различным осложнениям. Но вот по данным литературы считается, что безопасно поменять гастростомическую трубку, если она выпала после 30 дней стояния. А до 30 дней стояния тогда нужно обращаться в стационар и тогда уже менять. В нашей клинике принят несколько иной подход. То есть мы считаем, что через 10-14 дней формируется плотный рубцовый канал между кожей и желудком, и в принципе бояться нечего. Если гастростома у нас выпала, то тогда можно её заменить самостоятельно. Значит, что мы с вами делаем? Если выпала у нас пеговская гастростома, то мы можем поставить её постоянно с баллоном. Если у нас нет под рукой такой гастростомы, то можно поставить катетер фолея, желудочный зонд, аспирационный катетер. Если выпала постоянная, её осматриваем, проверяем баллон, и если у нас всё состоятельно, ставим её на место. Если у нас её нет, то опять же катетер фолея, желудочный зонд, аспирационный канал. Нужно помнить, что гастростомические отверстия закрываются достаточно быстро. И установленные неспециализированные средства обязательно должны привести к госпитализации, где бы более ранний период, я даже сказала, в срочном порядке, где бы вам поставили гастростому. Если у нас развивается осложнение, то тогда, естественно, мы ориентируемся на клиническую картину, применяем антибиотики широкого спектра действия, возможна постановка желудочного зонда для декомпрессии, переводим пациента на парентральное питание и уже повторная гастростомия после стабилизации пациента. Если развиваются какие-то более серьёзные осложнения, перитониты, то тогда уже хирургическое лечение. Ну и, естественно, профилактика. Это в литературе описано использование абдоминальных бандажей, различных эластичных бинтов или ограничение доступа к гастростому. У нас в детстве наиболее часто применяются это именно какие-то длинные маечки, длинные какие-то кофточки, просто-напросто закрывает доступ ребенка к гастростоме. И, конечно же, как уже правильно говорил Илья Владимирович, низкопрофильная гастростома, она менее подвержена тому, чтобы ребенок ее самостоятельно выдернул. Несколько слов о свищах желудка. Свища желудка развивается, когда мы удаляем гастростомы, и не произошло ее самостоятельное закрытие в среднем где-то месяц. Частота встречаемости у взрослых по данной литературе 4,5%, к сожалению, у детей описывается около 25%. Но одним из таких доказанных факторов риска является длительное состояние гастростомы от полугода и больше. Но еще в некоторых литературных источниках описано, что возраст и открытая техника тоже также могут приводить к свищам желудка. Но метод лечения достаточно большое количество. От консервативных методов лечения – это наложение септических повязок, медикаментозной терапии, ингибиторопротонной помпы в течение длительного времени, до питания через нас юнальный зонд. Также существуют эндоскопические методы лечения – это наложение клипсовеска. Но вот в нашем стационаре мы используем коагуляцию этого свища с последующим его клипированием. По данной литературе эффективность составляет до 83%. Естественно, если ничего не помогает, то мы прибегаем уже к хирургическому лечению. Ну и немного о грануляциях, стомитах и различных перистомальных утечках. Частота встречается по данной литературе где-то 30%. Факторы риска существуют как местные, так и системные. Местные – это различные кожные инфекции, ранки, язвочки, эмоцирации, также гастропорез, воспаление подкожно-жировой клетчатки – это всё местные факторы. А вот системные – то, что нарушает формирование канала и является склонностью к воспалительным изменениям. Это такие заболевания, как сахарный диабет, иммунодефицит и, естественно, белковая энергетическая недостаточность. Решение – это, во-первых, самое простое – это применять стандартный метод профилактики инфекции, постановка гастростомов в септических условиях, дезинфекция рук, однократное применение антибиотиков в широком спектре действия, по данным литературы, приводит к снижению инфекции с 21 до 5%. Также вовремя нужно менять повязки. Если у нас всё-таки возникла такая проблема, что же мы должны сделать? Уменьшить объём вводимой смеси, возможно, даже с переходом на капельное кормление. При этом для того, чтобы не было у нас застоев в желудке, нужно улучшить эвакуацию функции желудка, либо прокинетики, загустители. Если у нас есть проблемы с пассажем, то это нормализация пассажа по желудочно-кишечному тракту. В местном можно использовать различные мази с антибиотиками и противогрибковым эффектом. Если на фоне этого не происходит удаление грануляций, то они не уходят, то тогда уже и хирургическое их лечение. Ну и при развитии осложнений, таких как абсцессы, перитониты, естественно, хирургическое лечение. Ну вот, по данным нашего института, за 12 лет мы поставили 349 гастростом. Чаще всего это дети с органической патологией центральной нервной системы, тяжелой черепно-мозговой травмы, либо последствия после тяжелой черепно-мозговой травмы. Мы открытым путем не поставили ни одной гастростомы. Через кожаные пункции у нас 98,9%. У четырех детей поставили слабоароскопической ассистенции, УТ, которую невозможно было выявить, как бы у нас не было диафаноскопии, абсолютно никакой. И это, естественно, привело к лапароскопической ассистенции на постановке. Чаще всего мы ставим пэговские, ну и анкерные тоже. Из-за осложнений кровотечения у нас не было. Бампер-синдром у нас был у шести пациентов. Желудочно-толстый кишечный свитч был у трех. Один одного ребенка мы лечили сами консервативным методом. Удалили гастростому, и свитч закрылся самостоятельно. А двое детишек у нас попали в другие стационары. И, к сожалению, мы связывались с хирургами других стационаров. Они, к сожалению, их соперировали и отказались ввести их малоинвазимным путем. Ну и вот желудочный свитч у нас был у трех детей. Мы его лечили эндоскопически. Ну и в заключении хочется сказать, что для минимизации осложнений необходимо соблюдать определенные правила. Ну, во-первых, определенные правила постановки, транслюминация, визуализация, пальпация, какие-то анатомические ориентиры, соблюдение обязательно правил ухода, антибиотика-профилактика. Своевременно нужно устанавливать гастростом, не дожидаясь того, чтобы ребенок просто был в истощенном состоянии. Ну и, естественно, самое главное – обучить медперсонал и лица, ухаживающие за пациентом, чтобы они правильно его кормили, правильно обрабатывали и правильно следили за гастростомической трубкой. Хотел спросить такие вопросы, они отчасти от наших слушателей. Я так понимаю, что бампер-синдром – это вещь, которая чаще всего возникает, если у нас есть дисковая конфигурация и стальная часть. Такой вопрос-крик, не знаю, к вам или к производителям, а что нельзя сделать такую трубку, которая бы ставилась по технологии ПЭК, но имела бы шаровидный баллончик на конце и служила бы методом профилактики бампер-синдрома. Потому что конфигурация удерживающего элемента в виде шарика, она более предпочтительна для профилактики бампер-синдрома. Да, она действительно более физиологичная, и осложнение, я думаю, в этом случае будет меньше. Я, наверное, отвечу, скажу на этот момент. Но методика ПЭК заключается в том, что именно бампер фиксирует желудок передней брюшной стенки. Это важный момент. В виде площадки, в виде сферы, в виде площадки. Да, у нас гастрофлексия, это именно нету здесь. То есть именно при ПЭКе мы не соблюдаем первого правила кадра, когда мы подшиваем желудок передней брюшной стенки. Поэтому бампер, именно он заключается как площадка. Сейчас на самом деле выпустили западные представители фирмы новый вид кастростомической трубки методики ПУЛ. Она будет заключаться в том, что она сочетается как баллон, и в том числе и бампер. То есть весь смысл в том, что там бампер не совсем как бы такой большого объема, как вот на видео сейчас видели. Плюс баллон раздувает и дополняет, создает эту площадку. При этом при издутии этого баллона мы можем эту трубку вытащить через гастростомическое отверстие или свеч, не навредив ему. Но с учетом всего, возможно, мы такого не увидим. Я понял. Почему есть отечественные разработки? Есть отечественные, согласен. То есть ответ на вопрос такой, что такая конфигурация бампера просто обеспечивает плотный контакт стенки желудка с передней брюшной стенкой, создает условия для быстрой консолидации тканей и профилактики возможных утечек, которые бывают при пункции желудка. Если мы говорим о том, что при методике pull-pack на первые 2-3 суток мы должны зафиксировать максимально силой прижать и потом ослабить. Обязательно ослабление данной трубки. И за счет этого бампер выполняет эту фиксацию. Хорошо. Второй вопрос. Со всех профилактики осложнений. Все-таки где можно и рекомендуется ставить гастростому? Это кабинет, это операционная или операционная в структуре эндоскопического отделения, либо операционная в структуре оперблока. Какие требования к стерильности и к процессу постановки? Мы всегда скажем так, что в самом клиническом центре, где начинает выполняться гастростомия, у нее есть свои правила асептики и антисептики, в любом случае, которые назначает администрация. В нашем понимании детям надо, конечно, это делать в стерильных условиях. Это должен быть либо операционная, либо эндоскопическая операционная в структуре эндоскопического отделения, что не исключается. И все-таки для профилактики именно инфекционного процесса мы говорим о том, что это должна быть соблюдена стерильность, асептика. В общем-то, может выполняться просто в эндоскопической операционной. Потому что мы все равно, желудок не самое чистое место. Да, и рот тоже. И плюс эндоскопы мы тоже говорим о том, что мы превозводим ДВУ и гастроскопию. То есть она условно чистая операция. Мы выполняем чаще всего это в перевязочной отделении реанимации, потому что очень большой контингент именно у нас реанимационные дети. Также соблюдаем все правила асептики и антисептики. Если у нас есть какие-то заведомо сложные случаи, и мы знаем, что нужно выполнять лапароскопию, для того чтобы поставить лапароскопическую систему, то мы можем выполнить это в условиях операционной. Естественно, под СО2-энсуфляция, для того чтобы там ничего не перераздувать. На этот вопрос уже ответили. Анестезиологическое пособие. Самостоятельное дыхание, ЭБЛ или ЭВЛ с релаксантами? У нас ЭВЛ с релаксантами. По-разному. Все зависит от самого анестезиолога. Анестезиолог выбирает анестезиологическое пособие. Почему? Потому что, понятное дело, детям, начиная от нуля до, скажем, 10 лет, зачастую выполняются релаксанты и эндотергиальный наркоз. В дальнейшем мы можем применять уже просто масочный наркоз и плюс местное обезболивание. То есть, чем старше, тем мы можем варьировать. Самостоятельное дыхание не является одним из факторов, который провоцирует развитие тех осложнений, которые могут возникнуть в процессе установки. Залом, к примеру, струны, неправильный ход, смещение канала при дыхательной экскурсии или, может быть, при покашливании, опять же, при каких-то аспирациях. Чаще всего нет, потому что в любом случае у нас создается объем желудка и соприкосновение достаточно большое, а при правильном обезболивании местным пациент практически не реагирует. И, в общем-то, с учетом появления достаточно хороших, как это сказать, внутривенной седации, не буду называть, либо это даже, можно сказать, масочная седация. Все зависит. Пациент практически не реагирует на пункцию, то есть на уколы, и зачастую практически ничего не происходит. Но маленьким пациентам мы рекомендуем делать эндотрахиальный наркоз. У нас всегда эндотрахиальный наркоз. У нас принята такая тактика минимизировать возможные риски анестезологического пособия. Даже, например, возьмем те же перфорации, плюс к этому миурелаксанты. Нам облегчает постановку самой гастростомы. Но если мы, например, меняем гастростом, то тогда мы можем под внутривенной анестезией. Если у нас идет смена, то это на низкую профилу. Риски должен, наверное, учитывать анестезиолог, потому что мы понимаем, что некоторым, например, пациентам с нарушением ЦНС не всегда хорошо проводить достаточно выраженный эндотрахиальный наркоз. И поэтому он может, скажем, какое-то время, они иногда просто их не могут интубировать и выводят в реанимацию. При операции в 15 минут мы говорим о том, что более взрослый пациент может проводиться только под местом. Ну, иногда даже под местом анестезии. Хотя мы не рекомендуем. Но у нас, например, опять же, я говорила про мультидисциплинарный подход. Перед каждой гастростомой, даже если ребенок не лежит в стационаре, они приходят непосредственно там с улицы, обращаются, всегда на приеме сидит и хирург, и анестезиолог. И они сразу оценят все возможные риски. Потому что бывает так, что любой наркоз может приводить, к сожалению, к плачевным результатам. И лучше не стать к гастростому. Просто ее отказаться. Учитывая состояние ребенка. Понял. То есть это на усмотрение клиники и бригады, которые этим занимаются. У нас, кстати, тоже всегда интубация, всегда релаксация желательна. Вопрос. Неприятным таким исходом того, что затрудняет пользование гастростома, неважно какой, это увеличение диаметра сформированной фистулы, собственно, свободное расположение гастростомической трубки и вознагрение затека. Которая возникает с соответствующими кожными проявлениями и зудом, местной реакцией и всеми прочими делами. Если у нас в процессе эксплуатации гастростомы, гастростомический свитч стал больше, чем диаметр, грубо говоря, самого гастростома. Ну, грубо говоря, сантиметра. Какая тактика? Может, на время извлечь гастростому, чтобы подсузилось отверстие и заменить пока зондовым питанием. Либо ничего не делать. Либо поставить гастростому большего диаметра. Посильнее раздуть манжетку. Какая тактика принята у вас? Ну, давайте попробую ответить я. У нас принята тактика, во-первых, не извлекать, потому что мы можем не успеть поставить гастростому меньшего диаметра, так как очень быстро сократится гастростомическое отверстие. Возможно, да, поставить гастростому большего диаметра, но, опять же, если она есть в наличии. Но, естественно, если это в ранние периоды, то это только под эндоскопическим контролем и в идеале под СО2-энсуфляцией. А так, это уменьшение объемов кормления, возможен перевод на капельное кормление, различные мази, и она постепенно сократится. Уйдет воспалительный эффект, воспалительные изменения и гастростомическое отверстие сократится. Я согласен совершенно, но единственный, самый главный момент, это надо понимать, почему сам канал, сам свищ, он стал увеличиваться. Зачастую это происходит за счет инфекционного процесса, просто потому что где-то была не подстрахована антибактериальная терапия, поэтому надо применять все методы именно лечения. На время возможно. Лучше всего, конечно, не ставить гастростомию. То есть, если мы видим, что это инфекционный процесс, она может снизиться. Как я уже говорил, то, что сама трубка может подходить близко к ребру, сам канал стомы может стоять около близко к ребру, и тогда мы просто не сможем ее никак сузить. И здесь уже, скорее всего, переустановка гастростомии. Почему? Потому что она не дает, за счет акта дыхания и трения, она не дает нам полноценного закрытия, более подходящего к самой питательной трубке. Поэтому здесь перестановка. А так, правда, чуть уменьшение, все согласен совершенно. Да, и еще один момент. Мы, естественно, стараемся не ставить гастростомию под ребром, особенно у детей с детским церебральным проличом, потому что у них нарастает спастика, нарастает деформация, и просто-напросто у них желудок уходит велико под ребра. Естественно, это осложняет ситуацию. Хорошо, еще вопрос один, может быть, даже ущерб своему докладу, но это то, что мне интересно, на самом деле. Вот, к примеру, делаете вы, ну, я бы не назвал, это диафаноскопия, это немножко ниже брюшной полости, относится только к мошонке, вот, трансэллюминацию. И у вас есть возможность выбора места установки гастростома через брюшко прямой мышцы живота, либо по белой линии живота, лишенной мышечного каркаса, в принципе, да? Ваш приоритет и чем обусловлено? Ну, приоритет не будет. Приоритет будет только стоять в том случае, чтобы, на самом деле, постановка самой гастростомии – это было тело и желудка, средняя треть, и где оно будет находиться. Для нас, например, это непринципиально. А в плане эксплуатации последующие удобства для пациента? Удобства и так, и так будет. То есть, я имею в виду, что я видел один раз постановку гастростомы в правой, вообще, правой половине тела. Это было когда было… Ситус висцера создается? Да, да, совершенно верно. Вот, и, в общем-то, эксплуатация никак это не влияла. На самом деле, никак этого эксплуатации не влияет, особенно для низкопрофильных трубочек, низкопрофильных трубок. И по поводу заживления то же самое. Оно все будет хорошо. Главное, что, наверное, здесь мы больше будем ориентироваться на сам анатомию желудка. То есть, для нас это средняя треть тела желудка посередине. Просто мы в своей практике заметили, что если есть какой-то мышечный каркас, с которым проходит сама эта трубка, то более лучше выраженные, точнее, минимизированные риски, связанные с затеком. Потому что само сокращение мышцы и в тонусе держания, как говорится, сокращает элементы затека мимо гастростомической трубки по свечевому ходу. А если это, наоборот, в лишенном мышечном каркасе, то они быстрее так разбалтываются, разбартываются и приводят чаще к затекам мимо самой гастростомической трубки. Но это так, в плане личного наблюдения. Это нет, совершенно верно. Но иногда мы просто не можем в другом месте поставить. Я говорю при наличии условий. А, при наличии условий. Но лично мы ориентируемся всегда тело-желудка. Мы можем сдвинуться на безмышечную сторону, если это нам позволяет. И это будет, да, действительно в этом плане проще. Но лучше. Да, мы в своей клинике тоже ориентируемся всё-таки на эндоскопию. И выбираем более, естественно, удобное место постановки, более безопасное место постановки. Ещё два вопроса от слушателей. Один интересный, потому что, говорит, всегда ли нужно дополнять гастростомов в фундапликации? Нет. Хочу сказать, почему. Потому что, естественно, не всегда. Фундапликацию мы делаем только в том случае, если у нас, например, ребёнок с какой-нибудь выраженной неврологией, который сочетается с выраженным рефлюксом и, предположим, эрозивно-язвенными изменениями пищевода, то ли степополосанжерской классификации эрозивной изофагии СД, плюс к этому с рисками кровотечения. То есть были у нас такие дети. Да, действительно, мы выполняем ещё фундапликации. Но, с другой стороны, именно выполнять ещё и фундапликацию детишкам с тяжёлой сочетанной травмой и детишкам с тяжёлой сфотической патологией – это дополнительные риски. Классическая методика не подразумевает наложение фундапликации в плане профилактики рефлюкса. Абсолютно верно. Но если нам нужно минимизировать рефлюкс, в конце концов мы можем поставить тонко-кишечную гастростому и кормить ребёнка в тонкую кишку. Ну и плюс, конечно, мы должны добавить антирефлюксную терапию. Это в любом случае при постановке лучше добавлять её. Поэтому зачастую надо ориентироваться именно за счёт того, что есть рефлюкс изофагит или его нет. И подтверждённый ли он. И тогда уже полноценно говорить до операции. Ещё один вопрос, чтобы слушателей не обижать. Спасибо за вопрос, кстати, что вы задаёте. После удаления гастростома через какой период времени безопасно делать гастростомию? Имея в виду, что функционировала она достаточно длительное время, её удалили вследствие её. Не знаю, каким причинам, видимо, проблема рассосалась в гастростомию. И когда можно будет делать? Мне кажется, мы же удаляем гастростомы чаще всего. Ну, например, у нас в клинике это во время непосредственно гастростомии. То есть мы смотрим, оцениваем состояние, извлекаем гастростомы. Ну, по мне, когда хочешь, хоть сразу же. Ну, в общем-то, да. Да, да.